Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня середина ноября, последняя листва осыпается с деревьев. Народная примета гласит, если сегодня облака против ветра плывут к снегопаду, ну а если небо тучами затянуто к оттепели. Ну, не могу сказать, в какую сторону сейчас плывут облака, лучше узнать точный прогноз от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 4, а в горах до 5 градусов мороза, а днем плюс 8 плюс 13 и местами 2-7 со знаком «плюс». В Черкесске без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1 плюс 3, а днем 10-12 градусов тепла. Сегодня Всероссийский день призывника. Воинская служба в России всегда считалась почетной во времена царской России в Советском Союзе. В последнее время отмечается, что российская молодежь все больше проявляет интерес к службе в российской армии, заявляя о готовности выполнить почетную обязанность по защите Родины. В военных комиссариатах заявили, что процент уклонистов с каждым годом становится все меньше. Значительно вырос процент здоровых призывников, подготавливающих себя к службе в армии. В России уже начался осенний призыв на военную службу. Планируют призвать в ряды вооруженных сил более 127 тысяч новобранцев. Как приятно произносить слова «Служу России». О, спорт и мир! 2022 год нас порадуют яркими спортивными событиями. Состоится зимняя олимпиада и чемпионат мира по футболу. Но раз я заговорила о спорте, то хочу представить наших гостей. Это Тимур и Ясмина Кишмаховы. Они стали чемпионами России по джиу-джитсу. Уникальная победа отца и дочери стала еще одним вкладом в спортивную копилку нашей республики. С победителями первенца страны встретилась Шерифат Лепшокова. Тимур, вы занимаетесь одним из древних японских видов спорта – джиу-джитсу. И очень успешно тому свидетельство вашей недавней победы на чемпионате России. Я знаю, что поначалу вы не планировали там участвовать, но в итоге семья Кишмаковых привезла в республику две золотые медали. Расскажите об этом поподробнее. Я вообще не планировал сам там бороться на этом чемпионате России. Я планировал заняться своим здоровьем, чуть-чуть пролечиться. А Ясмина мы планировали, что она там будет выступать. Мы готовились три месяца именно к этому чемпионату. У нас там задача была, по большому счету, у нас задачи там выигрывать не было. У нас была задача выполнить какие-то новые отработки, новый стиль ведения борьбы. То есть такие задачи были. Но так получилось, что по воле Аллаха мы и выиграли. И все отработки, которые три месяца мы пытались нарабатывать, она их все выполнила. То есть все, что надо было сделать, она сделала. А то, что я туда поеду, это вообще решилось буквально за два-три дня. Я себя не очень хорошо чувствовал, у меня старые травмы, меня мучили. Но так получилось, что буквально за два-три дня провели лечение, мне стало легче. Я поехал тоже в таком неплохом состоянии. По воле Аллаха тоже неплохо отборолся. Это было ваше первое выступление на чемпионате России? Нет, это на чемпионате России первое выступление. Но вообще на турнирах по джиу-джитсу, это уже третий раз я в этом году выступаю. Ясмина-то у нас давно выступает. Можно сказать, я через нее туда пришел. Именно в выступление по этому виду спорта. Я больше теоретически как-то занимался с ней. А вот в этом году начал практиковать именно выступление. Обычно в семьях девочек воспитывают консервативно. Не всегда родители любят отдавать их на боевые виды спорта. Но в вашей семье полная гармония. Расскажите, это была ваша инициатива, чтобы Ясмина занималась секцией? Или может быть это было ее желание, свое желание, и вы просто не стали ей в этом отказывать? Ясмина у нас до джиу-джитсу занималась кудо. То есть это более жесткий вид спорта, ударный. Мы решили от него отойти, так как это была моя инициатива, она девочка. Но она все-таки хотела каким-то видом спорта заниматься. И вот подумав, поразмышляв, и тогда как раз секция джиу-джитсу у нас открылась. Мы выбрали, это как-то такой консенсус, в общем, ее и мой выбрали джиу-джитсу. То есть это вид спорта, в то же время, больше подходящий для девочки, который ей может позволить и характер выработать, и физические данные какие-то. Да и в целом, очень сейчас динамично развивается этот вид спорта, поэтому как-то выбор на него пал. И я, в принципе, сам давно хотел им начать заниматься. И так получилось благополучно, что Ясмина начала им заниматься этим видом спорта. Уже четвертый год? Да, четвертый год. А как отнеслась мама к этому решению? Вы знаете, мама отнеслась очень положительно. Мама даже была в какой-то мере самоинициатором этого. Потому что Ясмина у нас просила, я же говорю, мы ее забрали с Кудо, она просила то карате, то тайквондо, то еще что-то. Ей нравились такие жесткие виды спорта, но все-таки удалось ее убедить после первой тренировки, может, второй тренировки она поняла, что ей тоже это нравится, что ей это интересно. И мы и остались. У меня вопрос к Ясмине. Ясмина, а каков быть сильной девочкой? Я думаю, что мальчики тебя точно не обижают. За пять лет пока что меня ни один мальчик не обижал в школе. А вот расскажи, участие на чемпионате России для тебя было волнительным? Да, конечно, волнения были. В первой схватке переволновалась, боялась подвести папу. А когда уже отборолась, то поняла, что это не страшно, что можно смело выходить на ковер и делать все отработки, над которыми мы с тренером работали последние три месяца. Я все это выполнила и видела. Но ты и раньше участвовала, да, в различных соревнованиях? Это уже я участвовала в международных турнирах два раза. И это первый раз, как я поучаствовала на всероссийском турнире. А на международных турнирах как тебе там было? Ну, волнения были тоже большие. Вдруг подведу, вдруг проиграю. А сейчас я поняла, что проигрывать – это не стыдно. Стыдно не сделать того, чего ты знаешь. Известен принцип джиу-джитсу – мягкое сопротивление противнику. И есть известно уже ставшее такое выражение, что если одно дерево можно сломать, а другое, как ива, его можно только лишь согнуть. И есть такая прямая аналогия с джиу-джитсу. Как вы думаете, вам это близко? Джиу-джитсу – это больше про тактику, про технику, нежели про физику. Да, конечно, физические кондиции тоже имеют значение, но это в каком-то роде шахматы в борьбе. В этом плане для тех, кто любит поиграть, это будет очень интересно. Потому что там игра именно в борьбе. Кто кого перехитрит, что-то отдать, чтобы забрать что-то большее. Там так работает. И даже для девочек, у нас сейчас многие родители думают, это какой-то жесткий вид спорта, или побаиваются приводить девочек. У нас сейчас открывается секция именно женская. Главный тренер Азамат Муратович, девушка тоже, кстати, будет у нас тренером, воспитанница дикой дивизии. Открывается именно для девочек секция. Так что родители не бойтесь, приводите девочек. Это мягкий вид спорта, при этом закаляется характер. Физические какие-то кондиции тоже будут набираться. Поэтому пускай родители не боятся, приводят именно девочек. Вот Ясмина как пример для этого. Тимур, Вы не только спортсмен, но и тренер. Профессия непростая. Мы все знаем выражение, что выигрывает спортсмен или команда, а проигрывает всегда тренер. Но вот хотелось бы от Вас услышать, что Вы в первую очередь прививаете своим воспитанникам? Вы знаете, зачастую так бывает, что когда родители приводят ребенка, при первых же каких-то трудностях, или вот ребенок говорит, что он устает, или ему тяжело, родители идут на поводу и забирают ребенка с секции. Зачастую бывает так. Хотя на самом деле в какой-то момент ребенка надо уговорить. Он же маленький. Он где-то будет уставать, где-то еще что-то. Какие-то тренировки надо проводить в игровой форме, пока он не поймет, когда у него не выработается дисциплина именно в тренировке. Поэтому с ребенком не только тренер должен работать, а родители тоже в первую очередь. Помимо тренера. Если будет работа только тренера, а родитель будет как-то в стороне находиться, не будет никаких там результатов больших. Будет ребенок ходить, может, там 10 лет будет ходить на тренировку. Но результатов не будет. Поэтому здесь все в совокупности должно быть. И тренер, и родители. Это должно в тандеме действовать. А какую вы видите свою первоочередную задачу? Как тренера? В первую очередь привить дисциплину именно в тренировочном процессе. То есть тренировки должны быть постоянные. Если ребенок, ну, есть два вида, да, там, спортсменов, которые хотят на результат и которые тренируются для себя. Их здесь надо разграничивать. Те, кто тренируется для себя, они могут себе так позволить, да, там, ходить, там, два раза, три раза в неделю. Те ребята, которые хотят достигнуть результата, тут нужно постоянство. Здесь нужен непрерывный процесс тренировок. То есть пять, шесть, семь раз в неделю. Ясмина у нас занимается, например, семь дней в неделю. У нее пять дней тренировочный процесс, два дня у нее другие нагрузки, которые разграничивают или там дают тем мышцам отдохнуть. Она там два раза в неделю ходит именно в бассейн. Поэтому здесь надо понимать, для чего и водишь ребенка на тренировку. Вы тренируете ЕСМИНА? Мы тренируем вместе с нашим главным тренером Азаматом Муратовичем. Он как у нас ставит и тактику, и какие-то там технические моменты, и физические. Я тут исполняю роль как ее спарринг-партнера и дополнительного тренера второго. А скажите, тренировать собственную дочь – это сложнее или легче? Очень легко. Очень легко. У меня нет разграничений, это моя дочь или это чужой ребенок. Я отношусь абсолютно одинаково трезво ко всем. ЕСМИНА даже всегда говорит, что папа, ты и папа, говорит, строгий, и тренер, говорит, ты строгий. С тобой, говорит, тяжело. Это ей в какой-то мере тяжело со мной. Мне очень легко. Мама тоже непосредственно участие принимает. Она ее настраивает перед соревнованиями, потому что ментальная часть тоже очень важна. Она все-таки ребенок. И помимо того, что она ребенок, она уже спортсмен профессиональный. А спортсмена надо настраивать на каждый турнир, на каждую схватку. Вот этим занимается у нас мама. Мама настраивает ее. У вас сейчас две золотые медали. Победа, конечно, очень значимая. Но почивать на лаврах вы не собираетесь, я так полагаю. Есть ли у вас какие-то планы дальше участвовать в соревнованиях? Может быть, уже есть какие-то новые цели? У нас есть цели. Откровенно говоря, не хотел бы их озвучивать. Мы к ним будем готовиться планомерно. Мы выбрали для себя такую стратегию. Выбираем несколько турниров крупных в год. И именно к этим турнирам готовимся. У нас есть впереди тоже кое-какие наметки. Не определились еще с датами на турнир. К какому турниру будем готовиться. По состоянию будем смотреть. Физическому и моральному тоже. В стране тоже ковид. Непонятно, какие ограничения будут. Планомерно будем готовиться к следующему турниру. Однозначно останавливаться не собираемся. Такой возможности у нас нет останавливаться. Мы все делаем для того, чтобы идти вперед. Да, есть большие перспективы, цели. Ясмина уже находится в числе, наверное, нескольких лучших борцов России уже сейчас. Поэтому будем дальше работать, развиваться в этих направлениях. Спасибо. Спасибо вам большое. Украшение Крачаево-Черкесии. Прекрасное озеро Хурлакёль. Название в переводе с крачаевского означает «блаженное озеро». Природа у его окрестностей схожа с предгорными районами швейцарских Альп и шотландскими пейзажами. И есть здесь естественный памятник природы, депортации крачаевского народа, как окружающая среда отозвалась на те трагические события. Существует и легенда о Хурлакёль. Продолжает нас знакомить с красотами Кавказа вместе с русским географическим обществом Алла Динаева. И вот ее живописный репортаж. Много озер в Карачае. Хурлакёль – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, а по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. Высокие звезды качаются на прозрачных его волнах и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает в воде древние предания мудрых нартов. Эту легенду о молодом пастухе Аймуши, который на берегу Хурла озера выбрал стойбище для своей атары, читали и слышали многие. А геоэкологические и рекреационные особенности озера изучили в ходе экспедиции сотрудники Качего имени Умара Алиева еще в 2012 году. Около недели они жили на берегу Хурлакёль. Заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета Вячеслав Анищенко рассказывает, что при измерении лесного массива их привлекла однородность древостоя, которому порядка 70 лет. Животноводы покинули эти места в период депортации. И сосна где-то лет 10-15 развивалась без нарушений, не вытаптывалась с котом. И в результате лес сомкнулся. И это естественный памятник природы, памятник тем печальным событиям, которые происходили 70 лет назад. Вот этот одновозрастный лес. Если сейчас там осуществить уход за этим лесом, то можно создать уникальный ландшафт, повысить продуктивность этого леса, его эстетическую значимость. И он уже приобретает свой сакральный характер. Это озеро такого сакрального характера. Если бы местные органы власти обратили внимание на этот памятник природы и разработали контролируемые маршруты, чтобы люди могли посещать это место и приносить дань памяти печальным событиям 43-го года. Ведь Хурлакюль нуждается в охране и в доступности, говорит Вячеслав Анищенко. Это Министерство экологии и природных ресурсов. Это Росприроднадзор должны тоже самоосуществлять контроль за охраной этого. А Управление лесного хозяйства, они должны грамотно провести уход. Мы бы могли принять участие, чтобы сформировать именно такой лес ажурной, кроной, доступный, с местами отдыха, с местами прогулок вокруг озера. И вот этот лес, сосняк, на высоте 2100 метров, верхняя граница леса фактически, она бы была, конечно, уникальным памятником бережного отношения местных людей к этим местам. У нас в республике природа создала прекрасное место, как Линдуловская роща в Ленинграде, говорит Вячеслав Валентинович. Переходная зона от Субальпика к Альпийской зоне – это уникальное явление. Таких мест у нас, пожалуй, больше и не трудно назвать. Живописнейшее озеро Хурлак-Кёль расположено на высоте 2080 метров над уровнем моря. 8 лет назад, когда участники экспедиции детально обследовали озеро и окрестные места, сканировали дно эхолотом и провели химический анализ по 23 показателям, выяснилось, что максимальная глубина – 8 метров, протяженность – порядка 300, а ширина – 170-180 метров. Общая площадь озера – 4 гектара. По химическому составу это исключительно чистая пресная вода. А начало дороги на Хурлак-Кёль начинается в Кубанском ущелье у слияния разноцветных вод – двух рек Кубани и Худес. А получилось это интересное природное явление из-за того, что Кубань берет свое начало с летников Эльбруса и имеет каменистое дно. Ее вода в отсутствии дождей прозрачная с зелено-голубым оттенком. А река Худес имеет глинистые почвы и берет начало вдали от летников. И поэтому имеет черный, а то и бурый цвет. А место их встречи, конечно, впечатляет. И преодолев мост через Кубань, попадаешь в ущелье Худес. Далее проезжаешь каменные ворота, так называемые царские. Некогда это была огромная песчаная скала, которую взорвали геологи, чтобы освободить проезд. А после созерцаешь всевозможные ландшафты из лиственных лесов, которые сменяются полянами, пастбищами, и попадаешь к прекрасному озеру, которое напоминает чашу внутри лесного обрамления. Хурлаккиль имеет статус особо охраняемой природной территории и называется патриархом среди озер, поскольку в акватории водоема и вокруг него сохранились реликтовые растения древнелетниковой эпохи и живописные уголки дикой природы. Здесь открываются туристам удивительные пейзажи, которые погружают в сказочный и необыкновенный красотый мир под названием Хурлаккель. Аладинаева Алибастанов, Рашид Токов, Вести, Карачево-Черкесия. В очередь за телевизором. Наверное, не все знают, а тем более не помнят те времена, когда в СССР стояли очереди за телевизорами. Нынешнее поколение, наверное, и не поверит в это. Но были такие времена дефицита. Сейчас телевизоров великое множество. А вы знаете, что 87 лет назад в СССР вышла в эфир первая звуковая телепередача? Передача изображения на расстоянии была давней мечтой человечества. Два достижения. Кино и радио должны были соединиться, чтобы возникло телевидение. Так вот, первая передача длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Итак, передача за передачей. Так началось регулярное звуковое телевещание в России. И сейчас мы с удовольствием смотрим множество каналов. И, конечно, наш родной телеканал «Россия». Вы знаете, принято, что утро начинается с чашки чая или кофе. А у меня вот сегодня оно началось с коктейля. Почему, спросите вы? Да потому, что сегодня день молочных коктейлей. Это второе по популярности лакомство среди детей после мороженого. В его чести придумали праздник. Кому-то нравятся коктейли домашнего приготовления, кому-то только из кафе или промышленного производства. Поклонники этого сладкого молочного напитка встречаются даже среди тех, кто не употребляет молоко в чистом виде. Придумали коктейль в Англии, но у разных народностей свой рецепт приготовления. К примеру, американцы заменили традиционный бренди ромом, а англичане использовали подогретое молоко. Для придания разных вкусов в него добавляют фрукты, варенье, сиропы, взбитые сливки, тертый шоколад и все, что ваша душа пожелает. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Крачаева Черкесия». Всем удачной рабочей недели и до встречи в эфире.